Сегодня мы в гостях у Галины Григорьевны Петровой и у неё в гостях Ирина Арказьевна Богданова. Обе они блокадные дети. Скажите, пожалуйста, вот когда война началась, сколько вам было лет? Ну, если поточнее быть, мне было 3 года и 8 месяцев. Два момента было очень тяжёлых. Это я помню, как умирал мой брат, старший брат. Он был старше меня на 4 года, уже учился в школе, ему 8 лет было. Мальчик был очень умный, мне его безумно жаль, особенно сейчас. Ну, помню момент, когда я зашла в комнату, у нас было 2 комнаты, во вторую комнату, там лежала умершая бабушка моя, папина мама. Помню так. Её длинная-длинная коса. В 42-м году мы с мамой уже оставались вдвоём, вся наша семья, половина умерла. И мы с ней уезжали из Ленинграда. Это даже не эвакуация была, а мы просто уезжали. Мы опоздали на ту баржу, до которой должны были отправляться. Нас, конечно, посадили в другую баржу. Там дальше я уже не помню, как мы по Ладоге переправлялись. Но потом мы узнали, что предыдущую баржу потопили немцы. Так что вот. И вот однажды, когда воздушная тревога, мы все убегали в соседний дом. Побежали мы, только мы побежали к лестничной площадке. Я вдруг вспомнила, что я не взяла свою любимую куклу. Я так стала орать, я стала кричать, цепляться, нет, сопротивляться, никуда не идти. И пришлось нам всем вернуться за этой куклой в дом, в комнату. И в этот самый момент в наш дом упала бомба. Мы сидели там три дня, мама рассказывала. Потом, когда начали разбирать этот дом, весь разрушенный. И один только угол, наша угловая комната осталась жива. И мы в ней. И когда мы выходили, мама говорит, из этих развалин, люди не верили, крестились. И нас крестили, что как мы могли в уголочке в этом остаться, семья одна жива. И выкладывали прямо в ряд всех, кто умер, кто погиб, выносили из этого дома взрослых детей, бабушек. Все, кто был в этом доме, выносили и в рядочек ногами вперед клали. И лица до половины закрывали полотном, полотничьим каким-то, а ножки все торчали наружу. И мы приходили. Я, говорит, прежде чем войти в дом, бежала к этому строю и проверяла, нет ли там моих. Мне было два с половиной года. Я отлично помню, когда резали этот хлеб на столе, делили. Мама говорит, как только крошечку. Как только упадет какая-нибудь крошечка со стола, ты, говорит, воробьем кидалась за этой крошкой на полу, на коленях ползла, искала, где же эта крошечка хлеба. Она не пропала, чтобы ее съесть. Ну, и, конечно, голодали очень-очень. Голод этот, мама, говорит, никогда он не забывается. Потом руки ели, ногти грызли. А когда уже ногти не оставалось, мы съедали кончики пальцев. И мама говорит, у тебя все ручки в укрошечные, эти тоненькие пальчики были обглобаны. Ну, муж мой, вот он тоже блокадник, он рассказывал, как вообще страшную историю, как он проснулся рядом с мертвым отцом. Лежали вместе в одной кровати, в кровати спать укладывались. Мама ушла его, карточки стоять в очередь, надо было с ночи занимать очередь, взять эти карточки на хлеб. И вот, когда, говорит, он проснулся, стал его трясти, шевелить, отец мертвый. И когда мы поехали в этом составе, оказалось, нас привезли на Украину, в Краснодарский край. Попали мы в одну очень хорошую семью, все семьи были добрые, люди с добром отнеслись. Переехали ленинградцы, бедные, голодные, блокадники, тощие, заморенные, замученные. И они с любовью и с нежностью, конечно, к нам относились. Мама говорит, что от меня остался один скелетик, крошка, два с половиной года, ребенок, исхудавший. Мы, говорит, боялись даже тебя мыть. Мыть не могли в руки брать, тебя клали на подушку. И вот на подушку, боялись взять руки, как бы ты не рассыпалась вообще. Его обклали вот так и вот мыли, так, так. Кормить, сказали, ни в коем случае не начинайте сразу кормить, иначе все, заворот, кишок помрет, погибнет. Так катали из сливочного масла, там коровы были, мы в рай попали. Из сливочного масла катали маленькие шарики, окунали в песочек. И вот таким несколько дней кормили. Только такой едой для восстановления, видимо, организма или что. Потом немножечко мы пришли в себя. И через 10 дней оккупировали Украину. Те места, куда мы приехали. Попали в оккупацию немецкую. Это было что-то страшное. Мама в партизанском отряде. Она в партизанском отряде. Однажды они пошли, она рассказывала, на задание на какое-то. Пошли они. И в это время немцы со всех сторон выскочили на них прямо. А было поле с рожью. Высокая уже рожь заросла. И мы, говорит, побежали туда прятаться. Но видели это все. Я, говорит, решила, нет. Любым путем все равно они нас здесь заловят. И все. И побежала между деревьями какими-то костами. К нам, к детям, к дочкам бежать. Уж или добегу, или все равно погибну. А добегу, хоть детям вижу своих. И она бежала по ней, стреляли они. И у нее прямо вот так вдоль ребер огромный шрам. Как по касателям видно прошло поле и все. Но она домой прибежала. А это поле, немцы сказали, орали, выходите, выходите. А группа была целая. Кто выходил, их расстреливали. А кто оставался, там подожгли со всех сторон. Это рожь. И они все там погибли. Приходит, смотрит девочка. Видно, говорит, добрый какой-то хороший немец. Подошел и по-русски спрашивает. Как тебя зовут? Я ответила, меня зовут Ирочка. Так, а где твоя мама? Была научена? Нет, мама. Не знаю, не знаю, не знаю, где мама. Они научены были не выдавать, не говорить, что мама здесь живет с тобой рядом. А где твой папа? И я с гордостью распрямилась. Мой папа на войне немцев бьет. Мама говорит, боже, я из-за угла наблюдаю. Думаю, сейчас за ногу схватит, да как об дерево. Шарахнут ее. Эх ты, не отцу бьет. Он ха-ха-ха-ха-ха немец. Видно, говорит, у самого дети были. Погладил по голове и пошел дальше. Мама говорит, я так пережила этот момент, долго не могла прийти в себя и вообще тебя в доме держали, чтобы ты не вылезла и опять что-нибудь не ляпнула, не то что надо. Вот были такие смех и грех, да. А потом как сложилась судьба. Потом отец наш, офицер, в это время очень себя нехорошо повел на войне. Он нашел санитарку себе, девочку, молодую десятиклассницу. Встал с ней. Решил, что мы уже, наверное, не выживем. Мало ли что, она все спрячет, скрасит и все. А мама вот с такими трудностями нас провела, пронесла через всю войну. И слава богу, вот и дыжевая сестра моя до сих пор, мамочки, правда, лет уже. А отец наш, ну, стал жить с этой женщиной, молодой девочкой, десятиклассницей. И когда, наконец, все-таки папу разыскали, по телефону, по адресу, и я стала, позвонила ему и сказала, это я, дочка ваша Ира. Он сказал, пожалуйста, не надо мне звонить, трус какой. Моя семья ничего не знает, я не хочу, чтобы мои дети. Я ему сказала, а кто у вас дети, а мы не дети, я вас больше никогда не побеспокою. Так я его больше не видела никогда. Муж у меня был, локадник, остался с теткой, то есть с тройматери, которая приходила к нему, не жила вместе с ним, а просто приходила. И вот однажды был такой день, когда с фронта пришел отец, он просто пришел навестить сына и обнаружил, что тот лежит, уже лежит, не встает. Он от голода ослаб настолько, что уже не мог вставать. Один в комнате, комната у них была. И вот он, конечно, тут сделал все возможное от него зависящее. И сына определил, там, в общем, забрали в детский дом и потом эвакуировали из Ленинграда. Вот тоже остался жив. Мы приезжали к нему в гости, и он выпивал немножко и сидел и плакал. Потому что, ну вот он рассказывал, сколько погибло в этом танке, сколько погибло ребят, с которыми он, танкистов, которые с ним вместе были. Не один экипаж сменился. А он вот всю войну прошел в танке, он водитель был. Говорят, настоящие фронтовики не любят рассказывать о войне. Да, как-то даже, знаете, некоторые предпочитают объяснять это тем, что они мне разрешали. Я говорю, ерунда. Вы поймите, это очень тяжело. Все это вспоминать, ворошить и рассказывать. Субтитры сделал DimaTorzok